У Лидии Павловны две чудесные кошки – Эмси и Жесси. Она долго не решала стерилизовать своих любимец и в период течки давала специальные капли. Но долгий прием таких препаратов подорвал здоровье питомцев. За помощью она обратилась в ветеринарный центр «Свой доктор». В общем-то, кошечки обе прооперированы. Сейчас в полном здравии. Вот первая кошечка уже прошла 10 дней. Хорошо все прошло. И вторая выздоравливает. Я очень благодарна им, их ассистентам, Олечке, всем их сотрудникам. Лидия Павлона стерилизовала своих питомцев бесплатно в рамках проекта «Я ответственный владелец». Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Подари жизнь». При поддержке фонда президентских грантов и ветеринарного центра «Свой доктор» с июля 2020 по июль 2021 года. В течение года организаторы проекта планируют провести 600 стерилизаций. Это, по нашим подсчетам, сможет серьезно улучшить ситуацию с кошачьими, с безназорными кошачьими на территории нашего города. Порядка, по нашим подсчетам, минимум, это 5-6 тысяч нежелательных потомств котят будет превращено, ну, собственно говоря, появление на свет голодного и бесхозного. Зачастую нежеланных котят могут вынести в подъезд с коробки или даже выбросить на улицу. Так, количество бездомных кошек растет день ото дня. Многие отказываются от стерилизации домашних питомцев из-за укоренившихся в обществе предрассудков о вреде этой процедуры. Вот только отказ от нее может быть действительно опасен для животного, считает главный ветеринарный врач центра «Свой доктор» Альбина Беспалова. Да, это и есть опасность здоровья, это образование онкологии, это кисты, это гной в матке, эндометриты, очень многое, это приводит к смерти животного, к последствиям. Вы лечите это только в основном хирургическим путем. Поэтому какой смысл тянуть со стерилизацией, если можно все сделать вовремя? Бесплатно стерилизовать своего любимца могут пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Для этого нужно обратиться к партнеру проекта, ветеринарному центру «Свой доктор». Записаться на прием можно по телефону 3-79-01. Бездомных кошек также стерилизуют в рамках проекта. В центр их приносят волонтеры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!